Сезам, откройся. Кстати, что такое сезам? Знаете? Это такое растение. Такое растение. Как его еще называют? Не слышу. Кунжут. На самом деле это то же самое, что кунжут. Может быть иногда в магазинах видели батоны, обсыпанные такими семечками. Ну, неважно. Как бы то растение не называли, суть не в этом. Дихканин Али скромно слушал беседу ученого звездочета Гусейна Гуслия и хитроумного Хаджи Наслентина. Когда звездочет, раздосадованный тем, что ему опять не удалось посрамить собеседника, на пару секунд замолчал, устал взывать к Аллаху и проклинать свою несчастную судьбу, Али осторожно и почтительно вмешался в разговор. Извините меня, подостопочтенная сказал, но мне вспомнилась одна старинная история, в которой мне далеко не все ясно. Не могли бы вы удовлетворить мое любопытство и объяснить ее смысл? Гусейн Гуслия воспрял духом и приосадился. Говорит, ответил он, сейчас я, наконец, одержу вежливый добой Наслентина. Думал он, надеясь, что задача окажется слишком сложной для Хаджи Наслентина, а великий Гусейн Гуслия решит ее, ведь в науках ему нет равных. Рассказывают, начал Али, что знаменитый Али Бабар нашел некогда пещеру, в которой разбойники хранили награбленные сокровища. Он подслушал волшебные слова, которые открали пещеру, перебил рассказчика Гусейн Гуслия. Я знаю эти волшебные слова. Следовало сказать, сезам, откройся, и двери распахивались. Именно так, о великий Гусейн, ответил Али. Но загадка, которую в нашей семье передавали из поколения в поколение, впереди. Историю об Али Бабее и сорока разбойниках передавали из уст в уста многие люди. И прежде, чем она достигла слуха Шахерезады, столь же прекрасной, сколь и умной женщины, некоторые детали рассказа были утрачены. Одних слов, сезам, откройся, было недостаточно. Была еще волшебная бочка. Какая еще бочка? Вскривился Гусейн Гуслия. Мне кажется, ты пытаешься исказить сказку Шахерезады, вставив в нее отсевять. Да нет, повезли Гусейн. Там действительно была бочка с четырьмя кувшинами для сельди. Поддержал друга. Хаджана следил. Да, была. Повторил Али и пояснил. Я троюродный племянник, внучатой племянницы Али Бабад. Поэтому в нашей семье эту историю всегда передавали без пропусков. Не гоняй за красотой слога, но следя за неизменностью смысла. Именно в таком виде, как сам Али Бабад рассказывал ее своим внукам. Ну, рассказывал. Позволил Гусейн Гуслия. Али закрыл глаза, чтобы ничто не отвлекало его внимание, и заговорил нараспев. И когда я подошел к горе, в которой хранились сокровища, и произнес волшебные слова, и ничего не случилось. Вспомнил я, что перед тем, как воззвать к Аллаху, перед тем, как произнести слова Сезам Атрося, Атаман, разбойник, что-то делал с обыкновенной деревянной бочкой. Да, именно с обыкновенной бочкой, в каких привозят из дальних стран свои иногеуры, не признающие наших буряков, столь же удобных, сколько угодно халат. Бочка была закрыта плотно пригнанной крышкой. Но в крышке оказались четыре круглых отверстия, расположенные квадратом. Я внимательно осмотрел бочку, но больше ничего не нашел. Итак, давайте разбираться. Значит, в виде квадрата четыре отверстия. А это все такая вот бочка. Хорошо. Тогда, призвав на помощь Аллаха, опустил я руки в два из отверстий и нащупал каждой рукой по кувшину, из горлышек которых торчали рыбы, размерами и формами сельдой. Вытащив одну из них, я убедился, что это действительно превосходная Каспийская сельдь. Хорошо просоленная и жирная. Тут раздался шум и ляска. Разбойники возвращались, что-то забыв в пещере. Хаджан ослетил, осторожно тронул Али за плечо. Послушай, друг, уже взошла луна, а мне хотелось бы выясниться. Не мог бы ты подхлестнуть верблюда своего повествования, дабы они скорее добрались до азиса истины? Али открыл глаза и некоторое время с недоумением оглядывался, как человек, позабывший, где он находится. Простите, сказал он. Я несколько увлекся. Итак, мой предок вновь спрятался за деревом и увидел, как разбойники подъехали к пещере. Атаман подошел к бочке, засунул в нее оберки. Но, как помните, одной селедки не хватало, ведь Али-Бабай ее вытащил и не успел положить назад. Атаман рассерепел, стал обвинять своих разбойников в воровстве и в запарчивости крикнул. Как можно было сожрать селедку, о негодное? Они же отпирают пещеру. Тут, как вы понимаете, Али-Бабай весь обратился вскоре. «Волшебные слова срабатывают», – пушевал Атаман. «Лишь если четыре селедки во всех четырех кувшинах, направленных хвостами в одну сторону». Разбойники клялись, что не трогали рыбу. Атаман приказал достать недостающую селедку где угодно. И разбойники ускакали, продолжая брониться и обвинять друг друга в воровстве. Али-Баба подбежал к пещере и вложил в пустой кувшин свою брюшину. Раздался тот самый скрип и крохот, какой он слышал раньше, когда разбойники заходили в пещеру. Бочка бешено завертелась. А когда она остановилась, невозможно было определить, в какое отверстие только что была вложена селедка. Тут только Али-Баба обратил внимание, что бочка идеально круглая, а отверстия в ней расположены идеально симметричны. Значит, речь идет на самом деле вот о чем. Почку можно вращать. И представьте себе, что когда вы поворачиваете ее на 90 градусов, то на глаз невозможно заметить отличие. То есть, когда не видно, насколько, если она очень быстро крутится, то невозможно определить, насколько именно она повернулась. Али-Баба никогда не рассказывал, как ему удалось открыть дверь. Он говорил лишь, что несколько раз засовывал руки в бочку, поворачивал рыб то так, то эдак, после каждого опыта взывая к сезаму. Как известно, в конце концов, пещера открылась. Али-Баба побывал в ней и вынес часть сокровищ, которых хватило на долгую безбедную жизнь. Объясни мне, как Али-Баба мог справиться со столь хитроумной задачей? «С какой задачей?» Пытаясь выиграть время, спросил звездачок. «Ты, говорю, долго и напыщенно». Так что, к концу, не мудрено было мне и забыть, что было вначале. Коротко говоря, вмешался Хаджан на следе. «Перед Али-Бабой была круглая бочка с кувшинами в вершинах квадрата. В каждом кувшине селедка головой вниз или головой вверх. Али-Баба может сунуть руки в любые два кувшина, ощупать селедки и повернуть их по своему желанию. После этого бочка начинает очень быстро вращаться. Так что после остановки невозможно определить, на какой угол она повернулась. Али-Баба может вновь сунуть руки в кувшины. Пощупать. Если хочет, перевернуть селедки. Потом вынуть руки. Почка опять завернется. Как только селедки окажутся направлены одинаково, все головами вверх или все головами вниз, откроется вход в пещеру. Так, протянула бы сеть гуслия, отглаживая окна. Если засунуть руки в какие-то два отверстия по диагонали, можно повернуть селедки на этой диагонали головами вверх. Так, это понятно всем? Давайте я напишу. Здесь будет селедка головой вверх, здесь будет селедка головой вверх. Это понятно. Потом засовываем руки в отверстие вдоль какой-нибудь стороны. Мы не знаем, какую сторону нам дадут. И если нужно, поворачиваем одну из селедок так, чтобы они были головами вверх. Если дверь не открылась, то нужно перевернуть еще одну селедку. Ведь три селедки из четырех уже повернуты головами вверх. И как же ты ее определишь? Поинтересовался, как жарно следил. Буду совать руки, кто так, кто это. Моля, Аллаха о восхождении. Кстати, ребята, между прочим, он сделал довольно существенную часть задачи. Может, он и Гусениус Лея, и в сказке, вы помните, он был довольно глупый, хотя и напыщенный. Но смотрите, он разумную вещь сказал. Если сначала по диагонали, то одну диагональ мы уже сделали головами вверх. После этого по стороне у нас так. Если не открылось, то это на самом деле означает, что у нас ситуация вот такая. Селедки в одном месте селедка головой вниз, а в трех местах головами вверх. То есть мы уже знаем, с чем на самом деле имеем дело. Проблема только такая. Когда вы, скажем, будете по стороне, то вам, скорее всего, дадут эту сторону или эту. Они дадут эту, потому что бочка-то она умная. А когда вы по диагонали, то вам наверняка дадут вот эту диагональ. Дети ее поняли? Да. Условие задачи объяснено. Тетрадки открываем. Занятие продолжится, когда кто-то... Чтение наше занятие, это как раз то, что в этот момент началось. Да? Наше математическое занятие началось сейчас. Чтение продолжится ровно после того, как кто-нибудь из вас решит. Повторяю, вопрос-задача, пожалуйста. Вопрос-задача? Попасть в пещеру. Попасть в пещеру. То есть, понимаете, не случайно... Вы, конечно, можете мне сказать, что будем совать, пока не получится. Но представьте себе, что бочка умная, и она пытается не дать вам возможность туда проникнуть. То есть, она заранее знает, как вы будете, там, по стороне или по диагонали в очередной раз. И планирует, на сколько ей градусов повернуться, чтобы... Что? А это без разницы. Три раза повернуться на 90 градусов по часовой стрелке, это то же самое, что в обратную сторону на 90. Поэтому, если она крутится с очень большой скоростью, то совершенно неважно. Вы все равно не видите, на сколько градусов она именно прокрутится. Она специально вертится так, чтобы вы не могли заметить. Если мы будем по стороне, то нам... Нам, к сожалению, не дадут эту... Нам, если мы вот будем, говорим сейчас, будем совать по стороне. Тогда бочка нам так не даст, потому что бочка сразу выглянет. Она нам даст или так, или так. И мы узнаем, что там две селедки головами вверх. Садись. Можно использовать только две руки. Можно, если на деду руку, провернусь, принимая, и засунуть данную? Ну, как вам сказать? Можно, но вы должны ей об этом предварительно сказать. Просто бочка-бочка. Я сейчас буду ставать руки вот в эти два. А ты францесский звук? Совершенно верно. Да. Ты говоришь, что бочка умная, надо сунуть эту руку сюда. Да. Если бочка поймёт, что мы сюда не будем думать. Сунуть другу. И она это оставит открытой. Нет, смотри, ты суёшь одновременно две руки. Да. Ты пойми, Женя, перед нами эта почка. Мы не знаем, мы... Когда мы суём руку, то мы не знаем, что мы сюда и сюда, и сюда, и сюда. У нас нет возможности выбрать вот именно это отверстие. Первый раз если мы сунем первые руки в эти дырки, по диагонали, да. И перевернём их головами вверх. Когда она ещё раз прокручится, мы опять съём уже в эти отверстия. И если там уже перевёрнуто... И там опять будет головами вверх. Потому что иначе вы сразу выиграете. То есть мы сейчас вот, если по диагонали крутить, то смотрите, что будет. Вам непременно даст вот это, а не это. Потому что иначе вы сразу выиграете. Да. Хорошо. Сунули сюда руки. Что вы сделаете? Перевернём ещё. Обе вверх. Когда они уже и так вверх. Если они уже поставили вверх, то мы те же самые перевернём. И они прокручиваются... Всё, садись. Понятно, что я решила. Можно... Сунули на ощупь, что там, те, наверное, два лет. Да, конечно. Сначала вот эти две, она не даст. Не даст. Вот так. Она поймёт, что мы будем двигаться всё время на 90 градусов. И даст нам вот эти две. Нет, ребята. Вот эти вот все вещи, либо я прицелюсь, а потом изменюсь, это всё глупости. Нет. Да. Если она нам даст вот эти две, а у них долг вверх. Да. То мы попробуем одну перевернуть вниз. А потом, когда... Понятно. Ваша идея сунуть руки по диагонали. И если окажется, что обе селёдки вверх, то мы одну... головами вверх, то мы одну из них делаем встать. Мы вполне себе ничего. Давайте я её... И так, что у нас получилось? На самом деле получилось в двух местах головами вниз, и в двух местах головами вверх. Ребята, между прочим, ситуация изменилась. Я... Вернее, не знаю, я знаю. Я не хочу говорить, стало лучше или хуже. Но... Действительно. Сначала... Сначала, засунув... Две руки по диагонали, сделаем, что там были вверх. Потом по стороне сделаем, что были обе вверх. И если у меня не открылась бочка, то мы уже знаем, что три вверх и одна вниз. Этот момент все уже давно поняли. А сейчас мы научились получать другую ситуацию. Смотрите, что за ситуация. Сунули руки по диагонали, и если нам дали эту диагональ, то сразу выиграли. А если нам дали эту диагональ, то одну перевернули, сделали вниз. В результате ситуация такая. Две вниз и две вверх. Так, это я понял. Дальше. Потом нам нельзя выдаст две вниз и две вверх, чтобы он выиграл. Это правда. Если нам даст сторону, где две вниз, или сторону, где две вверх, то мы выигрываем. Это все поняли? А вот теперь интересный вопрос. А если она нам даст эту сторону, или эту? То мы опять не можем точно вниз и вверх. Отлично. Тогда мы и там, и там меняем. Нет, пока еще не все. Но это очень близко к решению задачи. Значит, смотрите, какая идея. Если нам дают эту сторону, то делаем обе вниз и выигрываем. Если нам дают эту сторону, то делаем обе вверх и выигрываем. А если нам дают эту сторону или эту, тогда получается такая ситуация. Меняем. И в результате получается такая вещь. Вверх, вниз. Здесь получается у нас по-прежнему вверх, а здесь у нас по-прежнему вниз. Отлично. Дальше. Что-что? Если дает диагональ, то выигрываем. Если дает диагональ, то переворачиваем. Так, ну вы. А ведь все. Так, наверное, поняли? Молодец, садись. Я все-таки прочитаю до конца статью. Так. Вот, посмотрите. Буду совать руки, напомню. То так, то эдак. Моля Аллаха о снисхождении. Не очень уверенно ответил Бусейн Буслиян. Рано или поздно я ухвачу за хвост ту единственную селедку, которая лежит неправильно. Ну, если тебе понадобилась помощь Аллаха, заметил Хаджан Асаледин, Молись и о том, чтобы разбойники не вернулись прежде, чем ты ухватишь нужную рыбу за хвостом. Аллах велик, но он иной раз медлит, надеясь, что разумный обойдется без его помощи. У Аллаха хватает хлопот и с неразумом. «Погоди, нечестивый!» – воскликнул старый звездочок. «Мне стоит удалиться и поразмыслить. Я уже решил задачу на три четверти. Думаю к утру, разберусь с оставшейся мелочью и сообщу вам разгадку. Расскажу, как повернуть все селедки вверх головами». «Боюсь», – сказал Алле, – «это не так просто. Ведь бочка, а это не простая бочка, а волшебная, может никогда не дать Алибабе эту одну селедку. Куда бы он ни засовывал руки, бочка может предугадывать его действия и так поворачиваться, чтобы он никогда ни разу не ухватил эту проклятую селедку за воду». Привет, это действительно очень важная мысль. Мы хотя бы с вами и решили задачу, но, заметьте, бочка запросто могла так делать, чтобы никогда не дать нам возможность именно это место. Другое дело, что мы просто в таком случае сделали, что они все вместе. «Хаджан Аслитдин лениво земнул. Зачем же ждать утра о мудрой гусеем гуслия? Если позволишь, я расскажу, что мог сделать Алибаба. Смотри, ты разобрался, как повернуть три селедки вверх головами. Но нам ведь не нужно, чтобы они обязательно смотрели на звезды. Правильно? «Засуй руки в диагональные отверстия». Между прочим, здесь мы именно так и сделали. Мы засунули руки в диагональные отверстия. Или по этой, или по этой. Волоси падает. Если одна из селедок хвостом вверх, ты повернешь ее хвостом вниз и откроешь дверь. Если же обе головами вверх, то переверни одну из них. Теперь на одной стороне квадрата две селедки смотрят в небо, а на другой – в грешную землю. «Это ничего не даст», – проворчал усередку слия. «Нужно перевернуть две из них. Это вдвое труднее, чем одну. Немного терпения, уважаемые. Немного терпения. Теперь сунем руки по стороне квадрата». Если обе селедки смотрят вверх, то я переворачиваю их, и дверь открыта. И если обе селедки хвостами вниз, то и тогда я могу решить задачу перевернув их. Просто селедки будут все четыре. Если обе селедки головами вверх, то могу решить задачу перевернуть. И если обе вниз, то тоже. Отлично. Но что делать, о, великий гусей индустрия, если селедки смотрят в разные стороны? То есть, если взять или так, или эту сторону. «Надо подумать», – ответил звездочет. «Непонятно, какую из них переворачивать. Наверное, надо повернуть их головами к небу. Не к земле же». То есть, смотрите, что он предлагает. «Взять и повернуть, чтобы обе были вверх». Если честно, ты завернешься к этой ситуации. «Нет, ты не угадал», – ответил Хаджанов Средин. Али Баба как раз и столкнулся с этой неприятностью. Он перевернул обе селедки. «Зачем?» – удивился гусей индустрия. «Так можно только запутаться в этих поворотах». Перевернул обе селедки, это как раз получилось в такую ситуацию. «Да, я понял», – обрадовался Али. «Осталось сунуть руки по диагонали, перевернуть селедки, как бы они ни лежали, хвостами вверх или хвостами вниз. И дверь откроется». Усеем, если я чуть не плакал. «Опять неудача». «Да не расстраивайся», – сказал он Средин. «Если бы я был на месте Али Бабы, я куда быстрее решил бы эту задачу. Ну уж куда быстрее», – всхлипнул старик. «Позор! Позор на мою седую голову!» «А как?» «Да я вытащил бы все селедки». «Если Али не ошибся, рассказывая нам эту историю, то без одной селедки бочка не крутилась, ведь так?» «Значит, я бы их вытащил и засунул бы рыбы в их кувшины, разумеется, головами вверх. И когда вторая рыба оказалась бы на месте, осталось бы только сказать, что сезам откросят». «Ну, погоди, на Средин вас ликнул Али». «Нет, не вторая. Когда последняя рыба оказалась бы на месте, осталось бы сказать, что сезам откросятся. Я вытащил бы все селедки, это понятно?» «Да». «Если Али не ошибся, пересказывая вам эту историю, без одной селедки бочери не крутилась, не так?» «Значит, можно засунуть все рыбы в их кувшины, разумеется, головами вверх. И когда последняя рыба оказалась бы на месте, осталось бы сказать, что сезам откросятся». «Погоди, на Средин, — возразил Али». «Наверное, рыбу нельзя было вынимать, иначе задача действительно становится слишком простой». «Тогда в следующий раз, рассказывая свое семейное предание, припоминай его точнее, ничего не приукрашивая». Али сильно смутился. Ну, честно говоря, Али Баба не столь близкий мой родственник, как я вам сказал. И эту историю я слышал не дома, а в нашей Чайхане. Пожелав друг другу доброго сна, собеседники расстались. На Средин и Али завалились на кашу любезно предоставленным чайханщикам. А великий мудрец, звездочет и математик, гусей Гусиньяк, отправился в свои покои в ремирском дворце, где и приворочился всю ночь. Подозрения терзало его, уж не отходжили на Средина, услышал Али о селедках. Али о селедках. Али о селедках. Али о селедках. Али о селедоках.